Последствия от санкций не видят. Пока. Состояние малого и среднего бизнеса края в правительстве оценивают весьма позитивно. Так, самозанятых в регионе уже больше индивидуальных предпринимателей. А оборот небольших предприятий за прошлый год вырос на 16% по сравнению с 2020. По итогам 2021 года сектор МСП формирует порядка 28 миллиардов рублей, или 36% от общего объема консолидированного бюджета региона. Пандемия приучила бизнес искать новые подходы. Наиболее часто изменяться приходилось сферам сельского и лесного хозяйства, обработки дерева, торговли. Но проблемы есть, и их немало. Например, после отмены ЕНВД на патент пришло почти 27 тысяч игроков рынка, а желающих больше. Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов регулярно принимает жалобы от сельских предпринимателей, которые торгуют лекарствами или обувью. Реализуя эти товары, они не могут применять патентную систему, так как налоговым кодексом запрещено применение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, реализующих лекарственные средства, обувь и меховые изделия, подлежащие маркировке. Никто не может понять, почему это, тем более на остальные виды товаров маркируемых таких ограничений нет. Еще одна тема, которой занимается уполномоченный – налоговая льгота на имущество для организации собственников объектов культурного значения региона. Иначе реконструировать историческую память для них убыточно даже при сдаче помещений в аренду. В целом же власти подчеркнули, что в последние годы проблемы бизнеса решают эффективнее, так как участвуют в этом несколько сторон. И такое взаимодействие планируют продолжить, тем более, что сегодняшнее положение страны обязывает искать новые подходы для поддержки и развития отечественного бизнеса. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком.